Капитальному ремонту готовится школа Аула Беслиней. Она попала в число тех образовательных учреждений Карачева-Черкесии, которые будут преобразованы в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». По опустевшим коридорам школы, готовым обновиться, прошлась Фатима Даурова. Эти стены давно мечтали о новой штукатурке, шпатлевке и свежей краске. Спектр работ перед ремонтной бригадой широк, начиная с фундамента до кровли, заканчивая фасадными и внутренними облицовочными работами. Зданию Беслинеевской школы вот уже 40 лет, и за это время оно выполняло свои функции исправно, благодаря усилиям работников, которые поддерживали его в лицеприятном виде. Но время берёт своё, и косметические процедуры уже не помогали заделывать морщины. Весть о включении в программу модернизации преподавательский состав школы принял на ура. С 1983 года никаких ремонтных работ у нас в школе не было. Один раз меняли крышу, и всё. И, конечно, нужен был капитальный ремонт. Давно уже писали письма, просили, и в конце концов всё-таки получили ответ, что, в общем, такой будет радостный, то самое известие получили, что будет капитальный ремонт. С началом третьей четверти ученикам и всему школьному персоналу пришлось освободить привычные кабинеты и сменить место учёбы. Дети сейчас занимаются на базе трёх зданий – местного дома культуры, сельского совета и старой школы. Руководство учебного заведения грамотно расписало режим занятий, чтобы ученикам всех возрастных категорий было комфортно заниматься. Отнеслись к этому переезду спокойно, нормально, адекватно, в том числе и родители. Всячески помогают нам во всём, чтобы мы благополучно занимались, удачно у нас всё получилось. Во всех вопросах нам помогают и администрации, даже и родители. Дети сами тоже приняли, восприняли, всё нормально. Посещаемость такая же, как была и в той школе, точно так же. Расписание так нам сделали, что удобно. И в первую смену занимаемся, и во вторую. Вроде всё нормально, без проблем. Всё, что от нас зависит, мы делаем. Здание старой школы намного архаичнее того, которое сейчас собираются ремонтировать. Годом открытия по архивным данным значится 1898 год. Первый выпуск состоялся в 1954 году. Сейчас вековой исполин оказался снова у дел, как будто ждал своей очереди. И ожил, когда просторные кабинеты были приведены в порядок совместными силами педагогов и родителей. И пока в здании младшего собрата идёт капремонт, здесь будут заниматься дети.